Microsoft выявила хакерскую атаку на транспортные компании в Украине и Польше. Недавно выявленная хакерская группа атаковала транспортные и логистические компании в Украине и Польше с помощью нового типа программ-вымогателей. Злоумышленники атаковали 11 октября широкий спектр систем в течение часа. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на блог Microsoft. Microsoft пока не удалось связать атаки с какой-либо известной группой. Однако исследователи обнаружили, что взломы очень похожи на более ранние атаки российской кибергруппы, связанные с правительством, которое нарушило работу государственных учреждений Украины. По словам западных исследователей в области безопасности и высокопоставленных правительственных чиновников, Украина стала объектом многочисленных кибератак со стороны России войны в конце февраля, отмечает агентство Reuters. По данным Microsoft, объекты новой программы-вымогателя под названием Prestige совпадают с жертвами другой кибератаки с целью уничтожения данных, в которой участвовала вредоносная ПО Fox Lord или Hometic Viper. Эта атака поразила сотни компьютеров в Украине, Литве и Латвии в начале российского вторжения в Украину. В Microsoft сообщают, программа-вымогатель Prestige шифрует данные жертвы и оставляет записку с требованием выкупа, в которой говорится, что данные можно разблокировать только при покупке инструмента. Для расшифровки. В нескольких случаях исследователи отметили, что хакеры получили административный контроль над системами объектов атаки до развертывания программы-вымогателя, предполагая, что они украли их учетные данные ранее и ждали подходящего момента. Развертывание программ-вымогателей в масштабах предприятия не является обычным явлением в Украине, и эта деятельность не была связана ни с одной из 94 активных в настоящее время групп действий. Программ-вымогателей, которые отслеживает Microsoft, заявили исследователи. Напомним, компания Microsoft выявила хакерскую операцию Сибарджием, которая была создана в России и направлена на людей и организации в странах НАТО. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.